Губернатор Евгений Куйвышев провел рабочую встречу с ректором Уральского государственного аграрного университета Ириной Донник. Речь шла о реализации программы продовольственной безопасности, которая разработана в Свердловской области до 2020 года. Евгений Куйвышев примет участие в первом Всероссийском форуме продовольственной безопасности, который состоится в Ростове-на-Дону. И в преддверии этого события глава региона обсуждает вопросы продовольственной безопасности с представителями всего аграрного сектора, уделяя особое внимание мнению научного сообщества. Губернатор подчеркнул, что продовольственная независимость страны – важный вопрос. Особую актуальность он получил в момент столь непростой политической и экономической ситуации. Не случайно эти вопросы будут обсуждаться на самом высоком уровне в рамках первого Всероссийского форума. Ирина Донник отметила, что в Свердловской области много делается для развития сельского хозяйства и пищевой промышленности. Об этом говорят цифры. По суточному производству молока Свердловская область занимает седьмое место в России. По росту производства – в тройке лидеров. А по валовому производству молока во всех категориях хозяйств – в пятнадцатое место. Это, конечно, достижение во многом. И той стратегии, которая раньше была выбрана, и науки, мы считаем. Потому что нам удалось все-таки, самое главное – это добиться, на мой взгляд, эпизотического благополучия стойкого, который нам дал к добавке 15-20% молока. В Свердловской области самый высокий уровень концентрации молокоперерабатывающих предприятий в России. По сравнению с прошлым годом молочные заводы более чем на 60% увеличили производство сыров. Ежегодно местные сельхозпредприятия увеличивают выпуск мяса. Растут показатели в растениеводстве. Ирина Донник отметила, что программа «Продбезопасности» была составлена в 2010 году. А сейчас новые реалии и документ требуют доработки и внесения изменений. Необходимо выделение финансовых средств на развитие внутривузовской аграрной науки. Проводимые в настоящее время в Российской Федерации конкурсы грантов не учитывают аграрную науку, и по этой причине ученые аграрного вуза не имеют возможности участвовать в конкурсах, что сдерживает развитие научных разработок. Задача вторая – разрешить аграрным вузам участвовать наравне с аграрными предпринимателями в реализации целевых программ по различным направлениям сельскохозяйственной деятельности. Законодательство, финансирование, производство кадров и наука. Если говорить про первые два, то есть законодательство финансирования, здесь законы приняты. Конечно, там они нуждаются, некоторые уже на федеральном уровне доработки, мы вот справки указали. В Артемовском городском округе молочное производство активно развивала агрофирма под брендом «Курико». Производство представляет собой хорошо отлаженный, практически замкнутый цикл и предоставляет жителям нашего муниципалитета качественную, а главное, доступную продукцию. Несмотря на кризисные явления и определенные трудности, продукты этой марки продолжают поступать на прилавки магазинов и пользуются заслуженной популярностью у артемовцев. Есть надежда, что пристальное внимание властей региона к проблемам агропроизводителей, четкая выработанная политика в этом направлении позволят не только выжить, но и развивать свои производства. Немаловажным является увеличение популярности профессии агрария, привлечение в вузы новых студентов, которые на выходе станут высококлассными специалистами, гарантирующими продовольственную безопасность региона.